Данное мероприятие прочно закрепилось в календаре экономических событий и сегодня представляет собой один из наиболее востребованных форматов взаимодействия. Рад, что после двух лет вынужденной паузы в общении мы с помощью подобных встреч восполняем дефицит контакта, готовы поделиться полученным опытом, представить свои разработки и достижения по целому ряду направлений. Глобальный социально-экономический кризис, вызванный пандемией и усилением геополитической конфронтации, выявил особую необходимость в эффективной международной координации, а также в равноправном и уважительном партнерстве. Являясь важной частью евразийского пространства, наше государство стояло у истоков создания Евразийского экономического союза. Мы уделяем особое внимание проектам в рамках китайской инициативы «Пояс и путь», среди которых наиболее значимый расположенный у нас индустриальный парк «Великий камень». Беларусь готова к расширению совместной работы по поставкам высококачественной продукции и реализации новых проектов в области электронной торговли. Готовы продолжить тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами для диверсификации маршрутов регулярных транзитных перевозок и внедрения инновационных логистических подходов. Наша страна с многовековыми аграрными традициями входит в топ мировых экспортеров молочной продукции и калийных удобрений, вносит немалый вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности. Национальная экспозиция со свойственным беларусам гостеприимством продемонстрирует полюбившуюся китайским покупателям продовольственную продукцию, изготовленную в соответствии с мировыми экологическими стандартами. В рамках выставки также будет работать виртуальный павильон «Беларусь». В нем представят достижения промышленности, научно-технические инновации, туристический и культурный потенциал нашего государства. Дорогие друзья, убежден, что китайская выставка импорта в Шанхае придаст мощный импульс расширению международного экономического сотрудничества и технологической кооперации. Продолжение следует...